Мы сегодня в гостях у Дианы Монасир. Диана, у тебя самое популярное упоминание твоей фамилии в гугле сейчас в контексте. Это Диана Монасир вышла замуж. Это произошло полгода назад. Как тебе в этом новом статусе живется? Прекрасно, замечательно. Семейная жизнь оправдала все ожидания. Диана Монасир. Дочь бизнесмена Зияда Монасира. В 2016 году он занимал 140 место в списке Forbes с состоянием 600 миллионов долларов. Диана – популярный инстаблогер. У ее аккаунта 266 тысяч подписчиков. Ее свадьбу в этом году обсуждала вся светская Москва, а в ЗАГСе она появилась в брючном костюме собственного бренда The Match, который создала с подругой Машей Чигиринской, дочерью бизнесмена Шалва Чигиринского. Из-за нехватки времени у обеих проект пока что остановили. Но Диана погружена в создание нового бизнеса, который пока что держит в секрете. Мы поговорили с ней о воспитании в семье миллионера. Как тебя воспитывал отец? Он бизнесмен, очень таком тяжелом, структурированном нефтяном бизнесе. Он был с вами строг, у него какие-то правила есть. То есть, может, расскажешь нам три правила воспитания Зиада Моносира? Но определенных трех правил нет. В связи с тем, что у него все-таки восточный менталитет, он всегда говорил нет на всякие гулянки, пьянки и все подобное. Как он тебя как-то наказывал, я не знаю, там, домашний арест или что? Нет, ну, в его понимании нет домашнего ареста все-таки, нет. Ну, скорее, наказывал отсутствием своего общения. Его просто воспитывал отец тоже так, что самое ужасное, что он может сделать, это расстроить своего отца. И вот, соответственно, для папы тоже так. Не было, что он лишал нас каких-то там гаджетов, сажал домашний арест, там, лишал чего-то очень строго. Но какие-то санкции все же были, и, естественно, его недовольство было самой большей санкции. То есть он показывал, хотел вызвать у вас чувство собственного стыда, чтобы вы потом пришли и с ним поговорили, там, папа, я была не права. Это как-то так вот выгодило или? Примерно так. А вот у вас достаточно большая семья, у вас с Элен воспитывали не с другими детьми, а в равной степени, я имею в виду, всем уделяли одинаковое внимание? Да, конечно, у нас с Элен вообще разница в 10 лет, вот, поэтому Элена уже была таким достаточно большим ребенком, и мне уделяли достаточно много внимания, когда я была малышкой, вот. У тебя сейчас в Инстаграме целых 264 тысячи подписчиков, это гигантская аудитория, и можем проверить, что она органическая, потому что там достаточно много просмотров и лайков, там 200 тысяч подписчиков, 260 тысячи, 200 тысяч просмотров бывает, значит, она не накрученная, правильно понимаю? Конечно, да. Как ты ее используешь? Ты хочешь ее монетизировать или что с ней сделать? Я много об этом думала, на самом деле, вести Инстаграм, особенно в моменты какой-то учебы, работы, занятий, бывает не так просто, но я стараюсь не забрасывать свою страницу, потому что, безусловно, у меня есть цель и желание монетизировать аудиторию определенно, потому что иначе я бы давно уже перешла на закрытый профиль, и ввела бы его, когда было бы свободное время, и вот когда вспомнила бы. Вот. У меня сейчас намечается один крупный проект, о котором вы узнаете скоро, примерно осенью, дай бог осенью-зимой, вот. У тебя уже был шоу-рум, ты занималась бизнесом, получается, шила одежду, да? Расскажи об этом. Да. Я открывала шоу-рум с Машей Чигиринской напополам с моей подругой. Мы шили одежду вот здесь, прямо у меня около дома. Было отелье, мы шили и продавали через Инстаграм. Все, в принципе, было очень более чем хорошо, то есть это был отчасти благотворительный проект, потому что большую часть денег мы отдавали на благотворительность, и самый крупный наш, наш самый крупный, как бы, профит был шестизначным. Вот, поэтому это был достаточно успешный проект, но мы немного исчерпали к нему интерес, потому что все-таки он требует огромного, огромное количество энергии, сил для того, чтобы его поддержать, для того, чтобы он был успешен. А в связи с тем, что мы постоянно в отлетах, разлетах, отдыхах, семья, нам немного не хватило вот энергии и все-таки интереса, наверное, потому что мы поняли, что одежда, это, возможно, не столько нам интересно, сколько другая отрасль, да. А для чего этим заниматься? Вот объясни. Ну, я думаю, это тебе тоже, наверное, привили родители, там, ты смотрела на отца предпринимателя, на свою сестру, которая сейчас активно занимается и продажей косметики, и делает коллаборации с шоколадом, например. Для чего это делать, когда у тебя достаточно денег, ты, в принципе, можешь не работать? Потому что большая проблема, как мне кажется, детей из обеспеченных семей, у них у многих нет вообще никакой мотивации ничего делать. И мы знаем, что многие ведут себя не очень хорошо, там, нарушают правила дорожного движения, что-то еще, там, устраивают в ночных клубах. Почему вот ты занялась бизнесом, чем-то полезным? Как это вообще с тобой произошло? Ну, у нас, в принципе, знаете, как говорят, когда тебе многое дано, то есть у тебя большой спрос. Вот это относится к нашей семье и к моему отцу, то есть он, в принципе, не приемлет то, о чем вы сейчас вот сказали. И изначально мне, в принципе, очень хотелось самореализоваться, и, конечно, я очень хотела бы быть независимой, в принципе, просто доказать, что я могу. Вот. Мне, в принципе, очень интересно заниматься разными делами, я не люблю сидеть на месте, и также меня не сказать, что за головой захватывает учеба, поэтому я всегда мечтала заниматься чем-то. По мере возраста предпочтения менялись, но сейчас я вот определилась и работаю в направлении цели. То есть у тебя есть желание доказать, что ты отцу, да, что ты... Даже не доказать, что ты отцу, нет, просто вот есть желание самореализоваться, ни от кого не зависеть, и быть уверенной в завтрашний день и полагаться только на свои силы, потому что все-таки это же деньги отца, а не моих. Вот, я как раз хотел про это спросить. Тебя мотивирует там желание самой зарабатывать? Ты сейчас уже замужем, какая тебе ближе модель? Вот, что женщина сильная, независимая, должна делать все сама, такая вот сильная, сильная женщина, или ты, в принципе, можешь быть домохозяйкой, следить за домом, полностью пустить себя в семье и не работать? Или в тебе будет это жить желание что-то вот самой там открыть, какой-то магазин, производство чего-то? Я могу, конечно, заниматься домом и бытом, но желание такое будет всегда, его можно, наверное, в себе притуплять, но я все-таки очень хочу самореализоваться, конечно, но при этом я планирую совмещать, я очень люблю готовить, заниматься домашними делами, мне приносит удовольствие то и то, поэтому хотелось бы совмещать по максимуму. В 2016 году я читал твое интервью на интернет-ресурсе PeopleTalk, и ты писала, значит, самые большие минусы нынешнего поколения, я считаю, невероятную зависимость от денег и стремление показать это всему миру. Уже прошло три года, может быть, в твоей позиции что-то поменялось? Скорее да, чем нет, я думаю, что эта проблема отошла на второй план, все-таки спустя три года я стала более осознанной, и, наверное, конечно, это теперь не такая большая проблема по сравнению с более глобальными. То есть тебя волнует экология или что? Безусловно, конечно, меня волнует экология, я бы хотела, чтобы мои дети и внуки жили в таком же прекрасном мире и смогли бы также им в полной мере насладиться. Я много читаю на эту тему из разных ресурсов, и, конечно, это не может меня беспокоить. А как тебе, кстати, недавняя реклама одного ресурса по поводу пластика? Я даже, кажется, понимаю, о чем. Да, 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 вот реклама Порнхаба по поводу пластика, как ты к этому относишься? То есть всеми методами мы должны продвигать вот эту борьбу за экологию. Мы вот только на днях это обсуждали с мужем. Очень провокционно, конечно, я думаю, что это хорошо, что даже они, даже порноканал затрагивает такие важные темы. Хорошо, а как ты считаешь, вот вернемся к твоей старой позиции, то, что плохо, что люди показывают свое богатство. Вообще Инстаграм, насколько я знаю, он очень такая соцсеть, которая провоцирует к зависти, потому что там все показывают свою лучшую жизнь тех, кем мы хотим быть, да? То есть там какие-то самолеты, роскошные яхты. Ты сама не являешься лицом вот этого всего? У тебя в Инстаграме только там твоя красивая жизнь. Но вы немного неправильно меня поняли. Я не считаю, что это плохо показывать красивую жизнь. Я не считаю, что это, раз это привлекает к зависти, то нужно этого как бы сторониться. Бояться мало ли, что у кого вызывает зависть. Как бы это, я думаю, скорее личная проблема каждого. Я скажу так, то, что показываю я, я показываю то, что хотят видеть мои подписчики. Поскольку, как я уже сказала, я все-таки собираюсь безусловно монетизировать свою страницу. И определенно, скорее всего, это будет продвижение какого-то продукта. Мне важно поддерживать аудиторию в активном состоянии. У меня примерно минимум 7 миллионов просмотров в неделю. Когда я мало выкладываю сториз, когда много, то 12-13. 12 миллионов у тебя просмотров в неделю? Когда я много выкладываю сториз, знаете, это зависит тоже, я так понимаю, от количества. От настроения? Ну, да. Я имею в виду, что просмотры напрямую зависят от количества. И я показываю людям то, что они хотят видеть, то, что им интересно, то, что привлекает их больше всего. А завистью как ты борешься? Потому что, там, когда читаешь про тебя статьи, очень много желтых ресурсов, которые я тоже прощерстил, глазами посмотрел. Там просто пишут какие-то непонятные вещи. И я думаю, что как ты с этим хейтом в таком юном возрасте борешься? Вы знаете, в юном возрасте, действительно, когда мне было 13, про меня выпустили очень неприятную статью. И мне было очень неприятно, грустно, обидно. Но сейчас, наверное, мне просто абсолютно все равно. Как, в принципе, на мнение каких-то хейтеров, как, в принципе, на любое общественное мнение, кроме мнения моей семьи, мне скорее все равно. Ты как к этому пришла? Кто тебя этому научил? Сестра, потому что мы все-таки соотносительно раннего возраста обе вели соцсети. То есть мы сталкивались с этим не первый раз. И это не было каким-то шоком. И ко всему постепенно привыкаешь. А она для тебя пример большой? Скорее, да, чем нет. Ты участвуешь как-то в ее бизнесе? Советуешь ей что-то, может быть? Я, да, мы всегда с ней на связи. Мы всегда даем друг другу советы по жизни, по каким-то делам. То есть... А, кстати, вот такой интересный вопрос. Вы хотите делать разные бизнесы, насколько я понимаю. То есть твоя задумка никак не будет связана с ее. То есть вы не будете, как сестра Кардашкин, в одном клане таком. Или вы будете параллельно? Конкуренция у вас будет. И мы хотели с ней делать один проект. Но я все-таки решила, что мне нужно сначала как бы добиться чего-то самой. А потом уже можно делать что угодно. То есть всему свое время. Я хотел спросить про первые деньги, которые появились у тебя лично. Ну, как наличные, я имею в виду. Когда тебе стали давать? И какие, может быть, это были большие суммы, маленькие суммы? Когда у тебя появился первый айфон, первая дорогая сумочка? Я в детстве всегда пользовалась телефоном Самсунг. Я помню, вот он был такой с закругленными углами, с кружками, разводами. И мне папа подарил айфон, кажется, когда он вышел, вот лет в 7-8. Но я не стала им пользоваться, потому что мне было очень удобно пользоваться Самсунгом. И в нашей школе не было тогда принято как-то меряться такими вещами. Вот, поэтому даже не помню. Наверное, лет в 10. А первую сумку мне подарили в 11 лет. Меня сестра повела по магазинам в ЦУМ, в Столешников. Тогда там еще все основные магазины были. Вот, да, в 11 лет. И как это было? То, что тебе нужна такая сумка, потому что это круто? Или тебе понравилось? Потому что это круто. Просто, не знаю, как-то вот в детстве меня, в принципе, достаточно часто давала какие-то советы. И одевала сестра. То есть я смотрела на нее, на то, как она одевается. Она была для меня примером в плане вкуса и стиля. И мы с ней вместе ходили по магазинам. Вот. И она решила, что это будет уместно. А вот ты говорила, что у вас не было в школе такой традиции меряться там айфонами, брендами, да, насколько я понимаю, деньгами родителей. Это какая-то специальная была школа? Потому что, насколько я знаю, по большинству это имеет очень большое значение в таком, где-то в обществе школьном. Это имеет значение, конечно, но я училась в школе Мэш. И там, в принципе, все были достаточно обеспечены, потому что там достаточно крупная сумма обучения за год. Это была интернациональная школа, но мы тогда были маленькими, как бы, не знаю, как-то я не помню такого, что кто-то чем-то мерялся. То есть у нас, скорее, были немного другие интересы в том возрасте. А что, по-твоему, более важно, воспитание внутри семьи или школьное воспитание? Школьное образование. Безусловно, воспитание внутри семьи, конечно. Но я не думаю, что это, мне кажется, это неразделимое понятие воспитание и образование. Потому что, если ты воспитываешь своего ребенка, воспитываешь, в принципе, человека, то, безусловно, в это входит образование, какие-то знания. Я хотел тебя спросить, потому что объясню тебе ситуацию. Например, растет-растет ребенок. Живет он с семьей, с мамой, с папой. У них нет на него времени. У него, значит, три няни, водитель. Вот он живет вместе с ними. Потом ему исполняется определенное количество лет. Они его отправляют за границу. И он там живет вообще без родителей. То есть, как бы, воспитание внутри семьи он получает минимальное. По-твоему, это приемлемо или все-таки нужно обязательно уделять свое время своим детям? Как с тобой вот случилось? Да, чем больше, тем лучше нужно давать своему ребенку. Безусловно, это так. У меня была другая ситуация. Меня воспитывали, в принципе, все. И сестра, и няня, и мама, и папа. То есть, но я видела такие случаи, когда ребенка залюбливали, его просто родители воспитывали. Вот он вырастал балдой, ужасным человеком. А видела и другие, когда у ребенка было намного меньше внимания, но он вырос почему-то лучше. Мне кажется, что тут нет прямой какой-то зависимости, зависимой линии. То есть, тебя не залюбливали? Вот так вот, как ты сказала? Нет, меня, конечно, залюбливали, меня очень любили, в принципе, все и мамы, и папы. У них было много на меня времени в тот момент, когда я родилась, потому что у папы еще не было столько работы. И, в принципе, мне очень повезло с няней, я общаюсь с ней до сих пор. Как-то все сложилось. А почему, как ты думаешь, вот такое происходит, да, когда дети рождаются в обеспеченных семьях? У них, казалось бы, есть вообще шанс поехать получить любое образование, найти там любого человека в любой точке мира. А в итоге они потом просто вырастают без каких-либо вообще амбиций, ничего не хотят делать. Я слышала, да, такие плачевные истории, когда люди там, какие-то подростки даже плохо заканчивали, в принципе. Ну, наркотики об этом говорят тоже. Да, я даже не знаю, наверное, слишком много им было дано не только денег, внимания, но еще и свободного времени и, в принципе, отсутствие какого-то воспитания, отсутствие границ. Потому что у меня эти границы всегда были и всегда, всегда есть, было и, надеюсь, будет желание развиваться и как-то в нужном направлении. То есть у тебя не было такой безлимитной кредитной карточки, с которой ты могла пойти гулять и вообще делать все, что хочешь? Ну, папа мне давал периодически свою карту, но, тем не менее, это не отбило у меня тему добиться большего. Конечно, всегда приятнее, наверное, тратить свои деньги, чем чьи-то чужие, когда тебе их дадут. Ну, вот я там спрашивал, там, Диана, что это такое, почему вы так сходили в кино, а как будто купили там Феррари парочку? Было такое, нет? Таких ситуаций не было. Такого никогда не было, было так. Диана, почему тут написано, что ты была в кино в час ночи? Ага, и ты что делала? Упс, буду знать, что тебе приходят смски. Как ты получала подарки? То есть тебе говорили, что, Диана, ты должна учиться в школе только на пятерке, тогда мы тебе что-то подарим. Скорее не так. Ну, я могла что-то попросить, и папа решал это в зависимости от того, как, по его мнению, заслужила я своим отличным поведением учебы это или нет, если это что-то крупное. Так, все такие крупные подарки, какие-нибудь украшения, там, часы, в основном на дни рождения только, да. То есть заранее проговаривалась, ты выбирала, говорила, мне нравится вот это, обязательно не другое, именно такое? Ну, не всегда, нет. Не знаю, частенько у меня бывало такое, что я не знаю, что я хочу, и мне просто дарили что-то на их усмотрение. А работой ты папиной увлекаешься, там, смотришь, там, на то, как он ведет себя, там, она просыпается, все контролирует? По поводу папиной работы, я проходила стажировку в его компании в Ордании два года назад, летом. Вот, у него очень интересный, очень интересный бизнес, очень крупное предприятие. Мне, конечно, это все интересно, но себя я бы хотела все-таки реализовать в чем-то другом, а с него я могу просто брать пример относительно его поведенческих паттернов. А он не навязывал тебе, там, что надо выйти тоже в эту нефтяную отрасль, нет? Нет, он всегда считал, что выбор как работы, профессии, так и второй половинки семьи должен быть исключительно выбор каждого человека отдельно. То есть он давал тебе свободу полную во всем, там? Ну, давить он не хотел, несмотря на то, что иногда у него это получалось. Давай спросим, сейчас пришла мысль такая, многие девочки, там, и мальчики, все хотят сделать в какой-то момент татуировку, родители их отговаривают, у тебя такое было? Нет, я никогда не хотела сделать в татуировку, потому что, наверное, у моей сестры их достаточно много, и мне это никогда не нравилось, не знаю. Он запрещал ей это или нет? Он запрещал, но ее это не останавливало. А потом что? Какие-то были со санкцией? Потом он смирился. Смирился? Вот так вот, то есть надо давать максимальную свободу, получается, чтобы дети хотели что-то делать. Диана, я хотел показать тебе одно видео, я думаю, ты знаешь жену Джигана, Оксана Самойлова. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Спасибо! А это вот Лея, и они, значит, такие две сестры, у них, конечно, разница в возрасте меньше, но у вас такое возникает, возникало с Еленой или там с другими детьми? Нет, у нас в семье такого никогда не было, даже не знаю, потому что, наверное, у папы, в принципе, есть такое правило, он всегда нам всего давал поровну. У него самого 12 братьев и сестер, и у них не всегда как бы так получалось, что все поровну, из-за этого вот он взял за принцип, он сам мне об этом говорил, что я хочу воспитывать вас так, что у вас все всегда будет поровну, чтобы никто не был обделен и никто не был как-то превоздушен. Грубо говоря, если он даст мне 100 рублей, то он и моей сестре даст 100 рублей. А если она плохо себя вела? Не знаю, сейчас мы уже выросли, этот вопрос неактуальный. Ладно, круто. Диана, как родители отнеслись к твоей огромной популярности? У тебя 264 тысячи подписчиков в Инстаграме, вот, и многие бизнесмены в России не любят, когда за их жизнью пристально следят, особенно на показ. Как твой папа к этому отнесся? И что вообще у вас происходит с тем, что ваша жизнь так транслируется широко? Папа не против, он даже в какой-то степени пытается помочь. То есть до того, как мне Инстаграм, например, дал галочку, сам это произошло самостоятельно каким-то образом, он пытался нам ее через своих друзей каким-то образом подарить. То есть он абсолютно не против, он, конечно, против, что иногда мы показываем какие-то там совсем личные кусочки жизни или что-то такое, например, там какие-то дома, локации. Ему это не очень нравится, потому что он переживает за безопасность, но в плане соцсети нет, он считает, он прекрасно понимает, что сейчас происходит в мире, что за этим будущее. И он очень рад, что у нас с этим все так хорошо. Пытался подарить галочку, видите как, вот так вот вообще круто. А что-нибудь он там предлагал, типа, Диана, давай я тебе на 8 марта накручу миллион подписчиков. Нет, не было такого? Нет, конечно, нет. Ну, он все-таки такими глупостями не страдает. Он сам сидит в инстаграме, но у него, он не ведет профиль, он просто смотрит... У него какой-то ник анонимный. Да, у него анонимный ник, он смотрит за нашей семьей и за там какими-то новостными источниками. Он может смотреть твои сторис? Или ты его заблочила? Он может смотреть мои сторис, я пыталась это сделать, но он быстро меня спалил. Он завел еще один ник и сказал, что ты меня там заблочила, идиана, все. Вот, поэтому с таким количеством подписчиков очень сложно. Кого-то исключить. Может быть, тебе есть какие-то ролевые модели из списка Forbes, или может быть, просто какие-то публичные личности, за которыми тебе нравится наблюдать и смотреть, как они воспитывают своих детей, как они относятся к своим семьям. Может быть, какие-то крупные бизнесмены или артисты, или кто-то еще? Скорее, ни о чем, да. Я все-таки придерживаюсь выражения «не сотвори себе кумира». У нас у самих в семье как бы очень приоритеты семейные ценности, то есть, поэтому скорее нет. А в плане бизнеса, конечно, в первую очередь, это мой отец, который всего добился абсолютно с нуля, то есть, без каких-то абсолютно, да, самого начала. Даже не знаю. То есть, ты не следишь там за Ким Кардашкина, например? Я подписана на нее, но это скорее какое-то стадное чувство, то, что я на нее подписана. Мне абсолютно не интересна ни она, ни ее, как бы, честно говоря, семья, ни ее продукты. Вот. Может, тебе нравится Билл Гейтс, который обещал... Она у меня ассоциируется с каким-то дурным вкусем. Серьезно? Честно говоря, да. Это панч, это панч в Америку, это вот панч в Калифорнию. А Билл Гейтс тебе нравится, который там пообещал половину своего состояния отдать на боготворительность, например? Даже не знаю, честно. Я скорее больше вот читала про Марка Цукерберга, который тоже добился всего с нуля, про его жену, которая активно занимается боготворительностью. Мне очень нравится их, как бы, их семья и то, как они распоряжаются своими деньгами. Я считаю, что это, конечно, просто действительно потрясающе достигнуть верха и сохранить вот такую вот адекватность. Человечность. Да, и человечность, и, в принципе, мораль. Музыка. 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 Музыка.